На вашем избирательном участке есть какие-либо нарушения? Хорошо, спасибо. Специалисты колл-центра связываются с общественными наблюдателями из городов и районов области и фиксируют замечания, есть ли таковые имеются. В соседнем зале рабочая группа центра не только общается с наблюдателями, но и смотрит по видеокамерам, как проходят выборы. Каждые 15 минут сидит наш человек и обзванивает наших наблюдателей на наблюдательных участках, на УИКах и интересуется, как проходят выборы, зафиксированы нарушения. Ну а так как мы должны реагировать на все нарушения, поэтому у нас сформировано 30 мобильных бригад. Бригада выезжает на участки и на месте выясняют, что произошло. Наша съемочная группа тоже выехала по сигналу. В ситуационный центр пришло сообщение, что на Верхней Волжской набережной 9 не согласованно повесили агитационный плакат. Приехав на место, мы плакат не обнаружили. Но жалобы все-таки были. На ряде участков наблюдатели от КПРФ обнаружили, что их места уже заняты некими псевдонаблюдателями. Их удалось вывести только к полудню с помощью избирательной комиссии региона и главного управления МВД Нижегородской области. Ясно, что организационную роль, главную в этом процессе, провокационном по сути своей процессе, сыграли представители штаба Навального в Нижегородской области. Быть игрушкой в этих чужих руках не собираемся. Наши позиции проста. Мы всегда стояли на страже законности. Наши наблюдатели сегодня, обратите внимание, присутствуют практически на всех участках, в отличие от других политических партий, включая парламентские. В течение всего дня голосования в ситуационные центры приезжали руководители фракций различных партий. Их знакомили с ходом выборов. Принципиально говорим о том, что те движения, которые сейчас, по нашему мнению, делает государство, они правильные. То есть это, прежде всего, движение правдивости и честности всей избирательной компании. Я надеюсь, что все пройдет без серьезных нарушений, хотя, конечно, мы слышим о каких-то незначительных сигналах. Центр также посетила делегации иностранных представителей. Они дали свою оценку общественному мониторингу. «Это очень современный центр. Он меня впечатлил. Он действительно имеет все оборудование, чтобы наблюдать за процессом выборов». «Мне очень нравится такой подход к организации выборов. Он дает возможность любому жителю страны удостовериться в прозрачности процесса, который представлен подробно и пошагово». Несмотря на то, что избирательные участки закрылись в 8 вечера, ситуационный центр продолжит свою работу до 20 марта. Продолжение следует... Продолжение следует...